Что касается изображения, могу сказать, что изначально задача ставилась, чтобы это было приближено максимально к документальному ряду, чтобы изображение было ахроматичным, таким стонированным, чтобы камера была подвижной, как бы субъективной, так сказать, следящей, движущейся внутри событий, в гуще самых. Но это в равной степени ложилось на всех участников группы. Насколько сложной была работа оператора, я только могу вспомнить о том, что он тоже был пионером, первопроходцем, испытав на себе всю тяжесть в прямом смысле этой системы Steadicamp, которой снята вся картина, как бы на собственных плечах. Помимо просто технических трудностей и проблем с аппаратурой и с преодолением сопротивления этой реальности, все это как-то было по боку, потому что, ну, молодость, вот это какое-то отчаяние и как стремление во что бы ни стало, как сказать, быть полезным, оно напрочь все вот эти невзгоды затмевало. Результат налицо. Я просто помню, знаю от Элема, какие отзывы, похвальные от лучших операторов мира, получил потом Родионов, после того, как картина прошла на нескольких кинофестивалях. Еще в чем-то Господь нам помогал, потому что, чтобы туман лежал, чтобы пиротехника работала, чтобы массовка, местные жители, которые участвовали, и армия, которая была задействована, как сказать, перевести вот в эту компоненту и систему, которая безотказно бы работала, при том, что, если вспомнить, то у нас эта декорация, вот этот амбар, ну, пожалуй, вот самая такая рукодельная вещь, что касается там моего участия. Вот, все остальное, это в большей степени заслуга Элема, потому что место им было выбрано безошибочно, вот он как бы почувствовал, когда увидел этот песок. Все, начиная от выбора актеров, то есть кастинг, выбор игровой техники, выбор мест натуры, как сказать, работа над режиссерским сценарием, это полностью его заслуга. Мы только соучастники, соучастники, и по мере сил каждый из нас, значит, так сказать, как мог, ему в этом помогал, и включая и его брата Германа, ну, и, конечно, на разных этапах непосредственную часть Александра Михайловича Адамовича, который потом, как добрый дядька, уже в Белоруссии, так нас еще и как подпитывал, так приносил там в кейсе белорусскую там колбаску, сало и остальное. Вот. Я думаю, что это даже не мое какое-то частное мнение, а скорее как устоявшийся такой факт, что великую школу и испытания прошла вся команда, съемочная, вся съемочная группа, которая была на этой картине, там, начиная от художников по костюмам, которые, так сказать, ну, непосредственно просто вывезли весь сложный, как сказать, объем этой работы, громадный, так сказать, что партизаны, что каратели, что русская освободительная армия, костюмы, и, как сказать, персонажные костюмы, и все. Ведь костюмы все были стонированы, так сказать, снивелированы по тону, чтобы не было красочности, чтобы ничего не выбивалось, так сказать, по цвету, строго сгармонировано. И это только одна сторона дела. А какая пиротехника, там, просто вспомнить эпизод с карателями на болотах, где все настоящее, там взрывы, как сказать, после того, как мы попробовали пиротехнические, и ясно стало, что этот торф, который, там, как сказать, взлетает на песчанике, черным, так сказать, таким факелом, ну, это, как бы, неправдоподобно, там. И поэтому, когда попробовали настоящий материал, настоящую взрывчатку, вот оно, как бы, эффект совсем другой. И обстоятельства, которые вынуждают актеров как-то нутром и какими-то другими фибрами, значит, вот своей души, вот чувствовать весь этот, как бы, ужас происходящего. Когда рядом рвется настоящий, когда летят, как сказать, пули. А там многое, действительно, и впервые, может быть, в кино сделано. Хотя, опять же, вспоминаю, что это массовка, которая на болоте, или там наши герои Флера и Глаша, которых играет Алексей Кравченко и Оля Миронова, тоже там все в заправду, вот. И массовка, которая на болоте, болото тоже настоящего, когда качается под тобой и хлюпает земля, и, как бы, люди ведут себя по-другому. Да и воздух, который некий другой совершенно, от испарения этого можжевельника, скипидара, углекислого газа, который выделяет совершенно, как бы, почему крестьяне, ну, белорусы, которые собирали клюкву на болотах, называли ее дурницей? Потому что, как дурным становишься к концу дня, от всего этого, голова как бы странная происходит, вот какая-то накачка этого состояния. Эта картина породила много всяких небылиц и как россказней. Для меня, я, как бы, вспоминая все это, еще раз просто повторю, что, ну, был праздник просто, праздник, потому что общение с величайшим мастером, значит, с замечательными людьми, которыми и уже вот по прошествии скольких лет дружбу, она как контрапункт такой, вот, как бы, осталась и прошла через все эти годы. Это вот, как бы, дружба еще оттуда. Это вот нас картина так вот сплотила, так соединила, и там вот мы нашли какую-то взаимосвязь, как судьба развивается самого Леши Кравченко, актера, который, как бы, пришел туда, как бы, мальчиком, который возмужал, прошел, вот, как бы, уже какой-то жизненный путь и стал уже, в общем, таким заметным актером. Вот это, как бы, картина, это судьба, это, как бы, часть моей жизни.